Правительство России продлило действие водительских удостоверений на три года. Это касается документов, срок которых истекает с 1 января нынешнего по 31 декабря следующего 23 года. По мнению властей, это решение касается около 5 миллионов человек. Постановление не касается тех, кто управляет автомобилем по водительскому удостоверению другой страны. Срок действия этих документов остался неизменным. Как известно, с этого года прохождение техосмотра для частных легковых автомобилей стало добровольным. Эта процедура требуется только при совершении регистрационных действий. То есть, проще говоря, при постановке машины на учёт ГИБДД. Однако у страховщиков сохранялось формальное право выставить регрессный иск, если ДТП случилось из-за технической неисправности автомобиля виновника, а у того не было действующей диагностической карты. Как это работало? Страховая компания выплачивала полную сумму возмещения потерпевшему, но затем требовала от виновника оплатить ущерб. Теперь же самая спорная норма закона об ОСАГО оказалась отменена. Впрочем, регресс за отсутствие диагностической карты по-прежнему может применяться ко всем коммерческим перевозчикам – владельцам такси, автобусов и другой пассажирской техники. Также страховщики могут требовать возмещения убытков от оператора техосмотра. Если ДТП произошло по причине технической неисправности при действующей диагностической карте. В России впервые на федеральном уровне упорядочат установку автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает газета «Коммерсант». В документе, подготовленном Минтрансом, указан перечень оснований, когда разрешено устанавливать камеру. Точки расположения автоматических комплексов будут определять по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. Вне зависимости от уровня аварийности комплексы можно применять только на выделенных полосах, пешеходных переходах, перекрёстках, в местах ведения дорожных работ и запрета стоянки машин. В случае утверждения закон начнёт работать весной следующего года. Все ранее установленные комплексы придётся подвергнуть аудиту. И если найдутся нарушения, их демонтируют. В Москве госавтоинспекция проведёт эксперимент. Водителям разрешат покидать место аварии, чтобы избежать повторных происшествий, то есть наездов на людей и автомобили во время оформления аварии. Эту процедуру хотят заменить разбором постфактум по записям дорожных камер. Федеральные власти поручили разработать план проведения такого пилотного проекта на скоростных автодорогах столицы до 1 июля. Продолжение следует...